Всем привет! Несколько дней назад я разместил видео о своем простом приспособлении, которое позволяло мне фиксировать ручку молотка, когда я ее обрабатывал рубанком. Вот когда я снимал видео, появилось еще пару идей, и я решил снять продолжение. Я думаю, это тоже будет интересно. В первом варианте я использую свою самодельную струбцину Вайму. Я ее уже показывал в своих видео. В описании я размещу ссылку, если кому интересно. Для того, чтобы зафиксировать ручку, я сделал два вот таких вот приспособления. Это обычный шуруп. И вот здесь у меня есть выборка. Это сделано для того, когда ручка зажимается. Если этот кронштейн будет стоять вот таким образом, чтобы он держал прочно, но не упирался вот этим местом. Задний упор у меня подвижный, он снимается, а передний я при помощи... А, я его не смогу снять. Я при помощи двух шурупов привинтил к заднему упору. Вот таким вот образом. Когда я снимаю старый молоток с ручки, я прежде всего, вот так вот у меня было, я прежде всего обрезаю ручку. Прямо за молотком. И потом этот обрезок я использую как шаблон. Я его прикладываю на новую ручку, обвожу карандашом. Для того, чтобы видеть, сколько мне нужно снимать. И вот таким вот образом я фиксирую. Для того, чтобы подвижный упор у меня не перекрашивался, снизу я поджал струбцину. То есть, получается, этот упор упирается в струбцину, в винт. Зажимной и в заготовку. И позволяет мне довольно-таки прочно фиксировать. Сильнее поджимаю, она поворачивается уже прям со скрипом. Либо ослабить и крутить совсем легко. Ну и теперь, взявши рубанок, я имею возможность подстрогать край. А вот второй вариант. Я думаю, меня не засмеют за примитивность. Но это сделано буквально за 10 минут. Здесь способ зажима не иной. Сзади у меня прижат брусок. И кронштейн, или как его назвать, упирается своим задним краем в этот брусок. Снизу у меня сейчас есть зазор. Когда я начинаю зажимать струбцину, кронштейн задним краем упирается в брусок, а передний кронштейн зажат намертво. И он начинает подаваться вниз, и, соответственно, этот край продается вперед. Вот уже зажал так, что не могу провернуть. Немножко ослабляю. Вот теперь можно обрабатывать. Схема та же. И переездки, ослабляя зажим, я смотрю по своей разметке, сколько я снимаю. Вот что из себя представляет кронштейн. Это кусок пятидесятки. Просверлено отверстие под струбцину. Просверлено отверстие с завинчен шуруп. Вот выбор, о котором я говорил. Ну и еще, пожалуй, размеры. Длина у меня 150 мм. Высота у меня 100 мм. Ширина 50. И отверстие на 30. Но это нужно уже смотреть по той струбцине, которая у вас есть. У меня еще старый советский струбцин. Струбцины лучше использовать С-образные для такого, потому что такие раздвижные, они слабоваты для такого зажима. Вот такие два простых варианта. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. И до встречи на моем канале. Всем пока.